В концертном зале школы искусств собралось не более ста человек, но и это уже достижение. Здесь всем знакома дата 1 декабря и многие не понаслышке знают, каково быть изгоями. Но сегодня ВИЧ-инфицированные решили открыть свои лица и прямо со сцены рассказали о своей жизни с этим диагнозом. Да, у меня статус, у меня ВИЧ, да, я показываю всем свое лицо. И знаете, что самое главное? Что я радуюсь. Да, я принимаю специальные препараты, которые поддерживают мой организм, но я ничем не отличаюсь от вас. По закону ВИЧ-инфицированные имеют такие же права, как и все. Они не могут лишь быть донорами и работать в операционных. Акцию мы открываем свои лица, чтобы вы открыли свои сердца, организовали общественники и поддержали неравнодушные жители Артема и творческие коллективы со всего края. И все для того, чтобы напомнить окружающим, ВИЧ не передается через дружбу. Поро у людей сразу такой стереотип, что если человек болеет, значит с ним нельзя иметь общение, нельзя с ним вообще соприкасаться. Никаких сферах. И для этого вот эта акция предназначена, что люди показывают, что мы готовы сегодня иметь с вами полное общение. Количество ВИЧ-инфицированных в Крае растет. Только за последний год оно увеличилось на 20%. Потому сейчас в обществе этой проблеме уделяют особое внимание. Во Всемирный день борьбы со СПИДом в администрации Края собрались специалисты СПИД-центра, чтобы напомнить лишний раз о том, как себя обезопасить и развеять мифы. С гепатитами живут В и С. Точно такой же вирус, как и. Три пути заражения. И не может человек заразиться. Антон Михайлович уже сказал, что нет, других пути нет. Только контакт с биологической жидкостью. Это кровь, это половой путь и от матери к ребенку. Три пути. Он совершенно не заразен в быту. И главное ВИЧ – это не заболевание маргинальных слоев. От него страдают люди в возрасте от 20 до 50 лет, самых разных профессий. А значит, заразиться им может каждый.